Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. У меня новое будет сегодня видео, новая рубрика, в которой я буду знакомить вас с шедеврами мировой шахматной культуры. И один из них прокомментирует автор шедевра, который сидит рядышком со мной. Это Владимир Валерьянович Невостроев, партия рязанцев Невостроев с чемпионата России 2002 года в городе Краснодаре. В нем мы оба участвовали в этом турнире. Победил мой друг Александр Николаевич Ластин, потом прокомментировал эту партию. Тоже назвал шедевром ее. Такие вещи, как общение с моими друзьями, конечно, лучше было бы в виде прямой трансляции сделать, чтобы вы могли задавать вопросы Владимиру Валерьяновичу. Но, к сожалению, здесь на турбазе очень плохой интернет. И вы увидите то, что вы увидите. Увидите комментарии партии Владимиром Валерьяновичем Невостроевым. Ну, с моей небольшой помощью. Итак, Д4, конь Ф6, С4, Ж6, конь Ц3, слон Ж7. Староиндийская защита. Слон Ж5. Один из редких вариантов. Но смысл хода слон Ж5 в том, чтобы, если белые сыграют в дальнейшем Е3 или Е4, если черные сыграют варский гамбит, то в некоторых случаях слоны белопольные размениваются, а конь не на Ф3 выходит, а на Е2. Как вот любил играть известный московский тренер, воспитавший из Вягинцева и Рязанцева Вульфсон. Хотя в тот момент мне все равно казалось, точнее не слон Ж5, а сначала конь Ф3 и в ответ на рокировку слон Ж5. Вот так вот. Ну, как сказать, у московских шахматистов свои идеи. Вот. Тут я пошел С5 сразу резко. Видимо, это надо сделать, иначе все по плану белые развивают. Во всяком случае, играть Д6 с последующим конь БЗ7 и Е5 мне не хотелось. Понятно почему. Белые ходят Д5, другие ходы не обязательно рассматривать. И тут очень резкий ход Б5, как оказалось, правильный. Теперь ЦБ надо играть. Конь бьет Б5, видимо, плохо из-за конь Е4. И на слон С1 еще А6 есть ход. Теперь на конь А3 есть такой симпатичный удар. Слон Б2 с матом после ферзь А5 шах. Каня на Ф3 нету, а так бы конь Д2 белые закрылись, если бы конь Ф3 и рокировка были бы сделаны. Уже здесь уже видно. Вот. То есть ЦБ белые сыграли. Есть еще ход Д6, на который указал гроссмейстер Хазаи, прокомментировавший эту партию для ЧС Бэйс. Но черные просто забирают слона. На ладью А8 они плюют, у них страшная атака. Варианты можете, конечно, сами продвигать. Видно, что у белых один ферзь, он в поле не воин. Ну да. Поэтому, конечно, белые должны брать ЦБ. Тут надо А6 играть срочно. А иначе белые ему смогут укрепить пешку Е3 пойти, потом А4. Поэтому рокировка была бы неточностью. Именно А6 сейчас. Вот. Ну а теперь в случае Е3... Е3 в партии было? Да, в партии было. А вот Е4 уже не очень хорошо из-за АБ. Это, как мне в тот момент казалось, да и сейчас тоже. Теперь что делать? Два варианта. Слон бьет Б5 и Е5. На слон бьет Б5 стандартная комбинация конь Е4 с последующим ферзь А5 шаг. Слона удержать не удается на Б5. А вот в этой позиции еще и слон на А6. После того, как мы на Б5 забираем, встает. И проблематично рокировать в короткую сторону. Уже больно сильный ферзь и слон. Даже не жалко линию А закрыть. Ну и слон уже 5 совсем пустым оказывается. Когда я рокировку сделаю, бить нельзя на Е7 во многих вариантов из-за ладья Е8. Все, удачно бы сложилось. Вот. А если на Е4 АБ Е5 белые ходят, то очень важно, что слон на Б5 не на месте стоит. Тогда следует Б4 и на ЕФ, ЖФ. ЕФ. Ой, да. ЕФ и конь на С3. И после слона Д2 возможно БЦ на слон С3 2 ноля. И нельзя коня на Ф3 выводить. Лучше уж слон С4 с последующим конь Е2. Потому что при коне на Ф3, после слона А6 страшные по силе. Приходится конь Ж1 играть, что, конечно, нельзя делать белым. Да, могут не успеть развить свои фигуры. Да, вот. Ну, это очевидные варианты. Ну, просто как иллюстрирующие идеи черных в данном случае. Вот, БА. Е3 пока. Е3. Теперь слон закрыт. И на Д2 нет хода слоном в случае Ферзь А5. Теперь грозит конь Е4. Ну, ходить Ф3 или слон Д3 бессмысленно. Ферзь Д2 единственный ход. Это легко видеть. Теперь все-таки 2 ноля. АБ, по-моему, слабее было именно здесь. Я уж не помню почему. Видимо, слон бьет Б5 и А4 как-нибудь. Нет. Или конь бьет Б5 нет. Ферзь Д2, конь Е4 и конь Ж5. Ну, как-то просто все получается. Конь через Е2 идет, а мне хотелось помешать этому плану. Слон бьет Б5 именно, да? Да, слон бьет Б5 было бы. Брокировать надо. И у белых полезного хода как такового нет. Если слон С4 с последующим конь Е2, важнейший темп выигрывается. А этот темп действительно важен. Тут, по-моему, и говорить не стоит об этом. Или придется уж конь Ф3 играть, хочешь, не хочешь. Хотя место коню на Е2 в таких случаях. Ну, БА получается единственное. И вот здесь Е6. Я не обязан брать на А6. Зачем с комфортом белым все давать делать? Вот на эту позицию, когда слон С1 бьет на А6, и конь Е2, белые ходят. Черным идти, понятное дело, не надо. Это то, к чему стремился соперник. Даже если бы я сыграл на Диаеве в Б8, а белые бы рокировали, там все равно у черных не такая хорошая игра, как получилось в партии все-таки. Видно по структуре. Е6 более резкий и энергичный ход. Причем, стоит обратить внимание, пешки-то на Д6 нету. Она на Д7 еще стоит. И на Д5 уже висит. Ну, пешку на Д5 не защитишь. ДЕ единственный ход, если не считать Д6. А Моя Д6 тоже так себе ход. Конь на С6 идет в вариантах. Или слон бьет. Ну да, мы даже рассматривать не стали. Да, вот. ДЕ. Вот тут я думал, ФЕ или ДЕ все-таки ДЕ побил. Может быть, ФЕ все-таки так чисто в шахматном плане чуточку точнее, просто здесь не надо ферзя жертвовать. А вот так отыграть пешку и у черных комфортная игра. А вот после ДЕ Конь Е4. Уже на Д2 бить как-то не хотелось. Да. Ладья хочет выйти на Д8. Полица 4 слабая, а пешка Ц5 блокируется. Она одна осталась на фланге. Ход Конь Е4 активно одобряется компьютером, но в человеческом плане здесь черными играть намного проще, особенно после хода. Конь бьет Е4. Я могу сказать так. Вот тут вот я представил весь ужас ситуации. Играю в шестом туре крупного соревнования. И вдруг вижу, что могу пожертвовать ферзя. Я представил, сколько будет критики, если я плохо проведу атаку. Ну, скажет, ну, что такое. Ну, и какая ответственность на меня выпадает в этой ситуации. Весь ужас просто представил. Но, тем не менее, осмелился взять. Пускай и бьет на А5. Думаю, компенсацию, наверное, получу. Ну, и мне казалось, это как раз единственно верным решением. Ну, так бывает. Хотя после размены на Д2 тоже компенсация, конечно, есть. Ну, скажем так, закипела кровь у меня, и я взял на Е4. Тут мало здравого смысла, больше желания именно что-то показать. Красивое. Ну, конечно, оказалось, все-таки есть. Ну, вот. Ферзь А5, слон Б2. Грозит на С3, на Ж5 и на А1. Вот тут забавно, что даже если белые ходят слон Д3, это не зевок ферзя, это нормальный ход. И на слон Д3 черные все-таки дают шаг и бьют конем. Черные еще не выигрывают. Еще вся борьба впереди. Мощный чернопольный слон. Да, при плохой пешке на Ж6. Ну, а иначе бы такого не было, правда. Вот. Тут имеет смысл, наверное, рассказать о ходе слона Ф6 подробно. Дело было так. Когда я, забегая вперед, просто скажу, что партию эту я выиграл, и в отдельной комнате для анализа, ну, кажется, с Петром Киряковым, гроссмейстером из Красноярска, да, с ним, мы стали смотреть партию. Киряков предложил ход слона Ф6, с последующим на слон бьет Ф6 ладят С1. Вот. И на слон бьет А6 слон Д3 такой ход, оказывается, есть. Но это уже не Киряков предлагал, а Григори Адис, известный мастер. Ну, и я вообще опешил, когда он предложил ход, и я его не видел. Так забавно было, что когда мы посмотрели партию, Кирякову тоже она понравилась, девушка предложила этот ход, независимо от гроссмейстера слона Ф6. Ну, я подумал, да чего же я слабо играю в шахматы, если не вижу таких ходов. Ну, тут как сказать, я не мог понять, что происходит. Все было настолько необычно. Ну, и вот, позиция, видимо, неясная. Даже после слона Д3, конь С6, если жертвовать ферзя на А6, то там конь Б4 где-то есть, вот, с компенсацией. Даже если слон уйдет на С4, надо отдельно анализировать, конечно, это все. Ну, и жертвовать тоже там не так все ясно, конь С2 вам грозит. Какая-то компенсация есть, безусловно. Все-таки ладья H1, и конь G1 не играют. Ну, понятно. Ну, и... Ну, и найти слон Ф6 само по себе, поставить, висит ладья... И под два боя... Под два боя, да. Я не видел этого хода, прямо могу сказать. Вот. А та девушка, которая предложила ход слона Ф6, потом еще предложила со мной поиграть в Блиц. Ну, я проиграл три раза ей, и она вежливо говорит, не хочу вас расстраивать, а то настроение испортится, вы плохо сыграете еще, не дай бог. Ну, а как оно могло испортиться после такой партии? Ну, как-то все вот так вот сложилось интересно. Вот. Ну, может, она с юмором сказала, так не знаю. Ну, конь Е2. Вот этот вот ход, как мне казалось... Кстати, Ластин, комментировавший эту партию в журнале 64, к ходу конь Е2 ставит вопросительный знак. А компьютер одобряет, современный. Понятно. Вот. Ну, на один брать надо, хочешь, не хочешь. Слон А6. Вот. И тут два хода. Конь С6 и слон бьет А6. Но на конь С6, как там ферзь Б6 было бы, да? Да, неожиданно, нет. Да, неожиданно очень сильный ход ферзь Б6. Сидей ферзь Б1, двойной удар. Да, основная линия, что на ладья бьет А6, ферзь Б1, висит коль на Е4 и слон на А1. Вообще увидеть все это не очень сложно, потому что... Человеку увидеть очень сложно. Потому что глаза разбегаются. Понять, чем отличается поле А4 от поля С7 и от поля Б6, за доской неимоверно сложно. К тому же, вам только что отдали ферзя и с виду ни за что. А вот, кстати, на ферзь Б6, конь Б4 сразу интересно. Что там компьютер говорит? Конь Б4, слон бьет Ф8, конь Д3. Король Д1, а дальше что он предлагает? Ну, что вроде как убежали белые. То есть они на А1 отдать готовы. Вроде как очень тяжело короля доставать. И слон Д7 не пойдешь, да, здесь? Ну да. Да и вообще пешка А может стать опасной. Сейчас А7 дернут. Ну вообще, да. Ферзь Б8. Ну что-то непонятно, как дальше. Ну ладно. Ну а там в партии Александр стоял перед непростым выбором. На ферзь А4, конь Б4 крайне неприятно. Причем надо понять, что нельзя брать из-за конь Д3. Конь Д3, конь Б2. Я же не на Ф2, а на Б2. На ушах и ферзя никак не спасти. А там еще слон на Ф8 висит и на Ф2. И поэтому выбор хода ферзь С7. На С7 ферзь не попадает под ладья Б8, в отличие от хода ферзь Б6. Поэтому, может поэтому было выбрано. На ферзь Б6 надо считаться там, условно говоря, со слон бьет А6, ладья Б8. С ладья бьет А6. То есть, намного больше выбор у черных продолжений. Или, скажем, на ферзь Б6, конь Б4. И кроме конь Д3, конь еще и на Д5 может пойти. То есть, понять, что этот ход сильнейший, очень непросто. И ферзь С7 выглядит более естественным. И ход вроде тоже, по мнению компьютера, сохраняет перевес. Но в шахматы играют живые люди. И после конь Б4 у белых серьезные проблемы. Брать на Ф8 надо, да? Ну, это было не так, к сожалению. Я на А6 взял слоном. А, ну да. Ну и здесь тоже серьезная проблема у белых. На Ф8 бить надо. Хотя, есть ход ферзь А4, но здесь... А, ферзь А4 сильнейший ход. Тоже не так просто понять, что... Отказаться от взятия. Конечно, как ладья висит. И вдруг пойти ферзь А4. Ну да, как-то. Слон Б7 спасли материал. Ну, вот ферзь Б1 снова висит на А1 и на Ф8. И вроде как... Но здесь надо считаться и со взятием на А2, допустим. Ладья бьет А2. Откуда? Ну, понятно, что слон Ж7 надо, да. После слон Ж7 черные могут не проиграть. Да, могут не проиграть. А есть же еще ходы. Слон Е5. Ладья бьет А2. То есть, посчитать все абсолютно человеку сложно. Он не компьютер. И поэтому было принято более понятное человеческое решение. Слон бьет А8. Уничтожили боевую единицу черных. Вот. И тут я сыграл конь С6. На что надо было ферзь Б6 сыграть. Ластин указывает на ход ферзь Б6. В журнале Ш4, когда он комментировал эту партию. А ход ферзь С7 стоит в опросительный знак и пишет серьезная неточность. Ну, и мне кажется, он постеснялся написать грубейшую ошибку из уважения к Рязанцеву. Просто написал серьезная неточность. Рязанцев действительно гроссвестер высокого уровня. Ну, на самом деле, компьютер говорит, что и после ферзь С7 держались, поэтому неточность может быть. Ну, ладно. А вот после ферзь Б6 идея белых в том, что на ладья Б8 белые просто съедят не на А6, а на Б8. И останутся с лишним качеством. Ладей нет, нечем вырываться туда. И постепенно консолидируют позицию. Да, король Д2, конь С3. И у белых все хорошо. Вот. Если же пойти не ладья Б8, а конь Б4, то страшной силы ход Ф3. И гармония черных фигур нарушена. И на А1 брать-то не хочется. Да, но и не брать нельзя. Поля Е4 нету. Второй ладьи не хватает, чтобы выиграть ходом ладья Б8. Слона на А5. То есть ферзь Б6 может быть и побеждала. Но от белых требовалось найти еще массу сильнейших ходов. А после ферзь С7. Конь Б4 последовала. И как ходить? Весит слон на Ф8. Угрожают шахи на С2, на Д3. Глаза разбегаются. И неудивительно, что здесь белые ошиблись. Надо слон Д6 ходить. А они не туда. Единственный ход слон Д6. Хазаев считает, гроссмейстер Хазаев считает, что после конь Д3 и конь Д бьет Ф2 у черных все хорошо. Но на наш взгляд и по мнению компьютера сильнее слон Б5. Без конь Д3. Да, тихий ход. Да, угрожает конь Д3 шах. Слон А4 мат. Кстати, слон Б5 указан Владимиром Валерьяновичем. Потом я на компьютере проверил. У белых единственный ответ конь Д4. Но человеку не в силах поднять вот такие варианты. Конь бьет А2. Конь Б4 грозит мат на А1. Единственный ход конь С2. И даже здесь непонятно, почему же черные фигуры не матуют. Кажется, что клубок черных фигур должен разобраться с бедным королем. Но только компьютеру под силу понять, что жадный слон Б5 оставляет перевес за белыми. Но даже я не уверен, что Каспаров бы справился. Да, то есть вообще по тому, что люди, которые идут на такие варианты с неимоверной легкостью, Вот таких людей обычно называют читером. И именно по тому, как они точно играют в таких позициях, их и находят. Точно и быстро. Слон А6 последовало в партии, и здесь уже осталось немного. Так, вот тут я сыграл слон Е5. Ключевой ход. Главное, если брать на Е5, то после конь Д3 я даже не обязан сразу забирать верзя. Лучше конь Е2 сыграть, пожалуй. И теперь только взять. Правда, там король Д2 был бы ход вместо король С2. Ну, наверное, все равно. А, ну да. Хотя по линии Д какая-то игра. А может быть и не надо. Тут под лагиады 8, да-да. Ну, там спорный вопрос. А король С2, ну, тоже. Там где-то слон Е2 и ладья А2. Что-то и как бы слона спасать вообще не понятно. Да, слон Е2, ладья А2 и ладья А1. Не надо, не отойдешь, ничего не сделаешь. Вот. И брать-то на Е5 нехорошо. А что делать? Ферзь-то висит. Сейчас я заберу. Ферзь Д7, ферзь Е7. Куда вообще ходить? А на ферзь Б6 выигрывает конь Д3 и ладья Б8. И хоть бей. На ферзь Б6 черный. Матуют. Как-то красиво. И на король Д2 тот же самый мат. Мы видим. Ну, да. А бить на Б8, это означает, что обдать ладью слон на Б8. Пешка А2 привязывается. Вот, например, король С2. Конь Ф2. Слон Д3. Тут точный шаг на Д3. И на А2. Слон был под защитой. Правда, здесь конь Ф4 есть. Вот у белых ход конь Ф4 есть, да. Ну, и сколько тут лишнего? Ух ты. Слон Ж1, конь Д3. И потом пешка А может дать компенсацию. А если мы не даем шаг на Д3, а бьем сразу на А2, то мне казалось, есть какой-то ход конь С3. На слон Ж1, слон А6. Ну, то есть, может быть, у черных не совсем выиграно. Или не сразу выиграно. А может быть, тут конь Ж4 мы не бьем на А2. А, ну, кстати, да. Конь Ж4 висит слон на А6. И бьем на Ф4, да. Нет хода конь С3 мы взяли на Ф1, на С3, на А6. А на слон Ф4 мы просто бьем на Ф4. Конь Е3, конь Ф1. Слон Е2. Слон Д3. И пешка С бежит до С2 и проходит. Она очень страшная такая-то, да. Ну, в общем, здесь тоже у черных разбегаются глаза от обилия возможностей. Но можно найти точный ход. Ничего неподъемного нет. Осталось немножко. Слон Е5. Да, и в партии было ферзь Д7. Конь Д3, шаг. Ну, тут хоть бей, хоть король Д1. Да, если взять, то уже просто партия переходит на технические рельсы. Ладья бьет на А2, пешка С проходит. Не обязательно, просто. Вот. Ну, я бы, может быть, завелся. Ну, надо, практически было бы правильный ферзь Д3. Вдруг бы я мат искал. Цветнот попал мало. Надо было побить. А король Д1, вот тут ладья Б8 получается. Очень сильный такой. Вообще непонятно, ни на Б1, ни на Б2 предостеречься. У черных ровно одна фигура за ферзя. И выигранная позиция. И выясняется, что нет защиты от мата. Угрожает, скажем, ладья Б1, король С2, ладья Б2 и ладья Д2 мат. Или ладья Б1, ладья Б2, конь Е бьет Ф2 мат. А на конь Д4, ладья Б1, король С2 играть нельзя из-за ладья Б2, ладья Д2. Или ладья Б2 и конь Е в 2. Как мы говорили. А на король Е2. Нельзя пускать короля на Ф3. Ну, и теперь понятно, что конь Е1. Конь Е1, такой красивый ход. И на конь Б5 черные не соблазняются. Ферзиум не бьют на Б5. Отдали шаг конь С3. И белые признали поражение. Бить-то нельзя, потому что за конь связан. А на король Д2, ладья Д1 мат. Вот такой симпатичный шедевр, да. От гроссмейстера Владимира Валерьяновича Невостроева. Очень неплохого кемеровского тренера. И очень опасного тактика. Но необычно стоят фигуры вот здесь, да, как-то. Я, кстати, не встречал, чтобы так матовали. У кони заматовали, слоны сугубо вспомогательную роль выполняли. И все фигуры на месте. А у белых простояли ладья со слоном. Да, все фигуры участвуют в атаке. А будь хоть белых, Ферзиум 8 мат бы они поставили. Если бы они не получили мат, да. Да. Ну, в общем, вот такая красивая партия. Один из шедевров мировой культуры, на мой взгляд. Огромное спасибо Владимиру Валерьяновичу за то, что он согласился поучаствовать в записи этого ролика. В общем, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. И международный гроссмейстер Владимир Невостроев. Всего хорошего.